Добрый день, уважаемые члены институтной комиссии. Я, кавалент Николай Эдуардович, представляю вам дипломный проект на тему разработки и проектирования сети малого предприятия. На конкретном примере общества с ограниченной ответственностью в сети «Корфейс» и «Корфейс» — это в армии новый бренд, который открыл свои филиалы. Руководитель моей дипломной работы — Берлинский Сергей Нитальевич. Пройдем дальше. Сначала хочу я вам продемонстрировать цель моей дипломной работы. Это на конкретном примере малого предприятия показать процесс проектирования и разработки с дальнейшим введением эксплуатации сети малого предприятия. Актуальность дипломной работы бесспорна. Здесь показаны пункты, почему она бесспорна. Можете прочитать. Можно сказать, что она соответствует самым последним и новейшим влияниям сети информационных систем. Пойдем дальше. На этом слайде показаны понятия признаки малого предприятия, что из себя представляет малое предпринимательство, его отрицательные и положительные стороны, количество работников на предприятии здесь продемонстрировано. Дальше. Роль преимущества предприятий. Также можете здесь посмотреть, что мы приобретаем, когда создаем предприятие. Как мы знаем, в современной России, да и в Армении малому предпринимательству уделяется большое внимание, и все стараются как-то мотивировать развитие малого предпринимательства. Пойдем дальше. Теперь введение непосредственной сети. Какие существуют у нас сети? Локальная сеть. Она принадлежит корпорации, или маленьком офису, который объединяет между собой с помощью аппаратных средств несколько рабочих машин. Территориальная сеть. В данном слайде показана именно принадлежность корпорации, то есть как она работает в корпорации. Но это так называемые ванн-сети, которые могут работать в определенном районе города и обеспечивать весь район сеть. И также глобальная сеть, всем известная, которая работает на удаленных расстояниях между собой путем, так сказать, серверного общения между собой. Идем дальше. Возможность локальных вычислительных сетей. Здесь именно показано при локальной сети, при организации нормальной рабочей локальной сети, что мы будем приобретать в процессе реализации. Это обмен информацией, само собой бесспорно. Возможность совместного использования различного как периферийного, так и машинного оборудования. Здесь показано CDRM, но также это принтеры, само собой факсискарды. Совместное использование оплаты канала доступа в интернет. Я этот пункт раскрою в дальнейшем, потому что именно по этому функцию я перезорвал связь между селиалами. Ну, новый уровень общения, голосовая связь, видеосвязь, все сами знают. Это Skype. Ну, мультиплатформация, определенное обочисление сетевого источника. Пойдем дальше. Также здесь продолжаем показывать плюсы современных обогательных вычислительных средств. Пойдем дальше. Мы сегодня на этом остановимся. Также, чтобы организовать правильную и рабочую сеть, мы, само собой, должны упомянуть понятие сетевых топологий. Потому что нам недостаточно просто взять три компьютера, подключить к ним сетевые кабели через сплаты, и все, и сеть заработает. Само собой, в разных структурах, на разных организациях топология будет разной. Существуют уже более устаревшие топологии на базе аппаратных средств старого образца, как хаб. Про хаб уже можно забывать, само собой, потому что это концентратор информации. Пойдем дальше. Вот, что я и хотел вам сказать. Выширная топология, она основана на старых понятиях, таких как аксиальный кабель, который сейчас не используется в современных локальных сетях.